Сегодня мы с вами, дорогие друзья, прогуляемся по магазину «Самарский антиквар», который находится в Самаре по адресу улица Льва Толстого, 57, на пересечении с улицей Молодогвардейской в Цокольном этаже. Чудесный магазинчик, где можно посмотреть и приобрести старинные и винтажные вещи. Здесь есть, например, винтажные украшения, какие носили наши мамы и даже бабушки, чудесные фигурки из фарфора, вот, например, такая карета, посуда, тоже из фарфора и металлические предметы. Все эти предметы выполнены руками художников, мастеров прошлых десятилетий и столетий, с большой любовью, с большим вкусом. Интересно, как работала их художественная мысль, о чем они думали. Вот такие замечательные, например, подсвечники с огненным золочением. Им уже много-много лет, а выглядят они очень ярко, нарядно и изысканно. Здесь есть, например, фигурки из бронзы, шкатулочки. Вот такие чудесные обезьянки, фигурки из кости. Одна из них не слышит, другая не видит, третья не говорит. На нижней полочке еще одна фигурка, но это уже не карета, а повозка такая. Конечно, цены не очень дешевые, но они не могут быть дешевые за такие предметы, которые дошли до наших дней, можно сказать, в целости и сохранности. На нижней полочке красивая шкатулка в стиле палих. Может быть, это и палих, а может быть, я не увидела конкретно, кто выполнил. Но такие шкатулки изготавливались в палихе. Фигурки из бронзы и фарфоровые. Очень красивая статуэтка девушки с лирой на камне. Ну и, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин есть. Каминные часы интересные. Есть маленькая шкатулочка с микромозаикой. 6,670 ее цена. Утреница сталинского времени. Сохранились документы тоже, которые дошли до нас из 50-х, 40-х годов. Вот такая романтическая статуэтка пара ловит в маленьком прудике рыбку. Предметы самого разного времени. Я обратила внимание на фигуру крестьянки, которая едет на лошади с гроблями. Мне кажется, очень редкая такая фигурка. Я такую вижу впервые. Очень красивая. Олень бегущий через лес. А вот это пепельница в стиле модерн. Девушка, обнимающая земной шар. На нижней полочке еще одна фигурка в стиле модерн. Пепельница вот такая очень красивая. Мне кажется, даже жалко, чтобы туда стряхивать пепел. Много разных видов часов. В том числе каминных. Винтажные украшения. Еще одни часы каминные. А вот это вот такая фигурка жанровая с птицами. Бегущие олени. Маленький сувенирный самовар, который выпускали в Куйбышеве в советское время. Всевозможные виды подстаканников. И разные чайнички, заварочники, сливочники. Ну и куда же без нашего русского самовара. Вот очень красивая статуэтка. 20 тысяч она стоит. Очень изысканная. Представляете, вот каждый вид чайника художник продумывал. А потом другую изготавливал. Какие у них красивые ручки. Какой прекрасной формы. Вот редкая фигурка раперистки. Духи Красная Москва, которыми пользовались наши бабушки. Знаменитая пудреница в виде ракушки. Серебряной отделкой из пластика. Бусы из разноцветного. Агата, сердолика, нефрита. И вот такая вот фигурка с сертификатом. 267 тысяч она стоит. Ну не вижу, что написано. Но видимо редкая. Очень красивая. Столовый набор. А вот скульптура, фигура рака. Ну как будто он настоящий. Вот-вот сейчас начнет пятиться назад. Здесь очень много разного вида фотоаппаратов старинных. Которым более уже 100 лет. Так что для коллекционеров большой выбор фототехники. Миностаринный. Очень красивый подчастник. С такими интересными ракалиями. А вот собачка гонится за лисой. Это разные фигурки. Из разных опер можно сказать. Но тут они смотрятся очень органично вместе. Замечательные подсвечники. Мишки были. Касленского литья. Очень много разного вида икульцев. Икон литых. И не только литых. Иконы с эмалями есть. Вот такая, например. Иконы в окладах. А вот старенький телефон. Я даже помню, как звучал его диск, когда его вертишь. Такой был у моей бабушки. Иконы. 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 Портрет Николая II. Разные виды распятий. Вот очень красивые часы уже кто-то отложил. А рядом весы и чайничек. Тоже замечательные литые вот такие иконы с эмалями. А вот птицы из фарфора. Очень красивые. Иконы. Наверху всевозможные статуэтки. Есть вот такие чудесные часы. Они, кстати, на ходу. Есть даже микроскопы. А это люстра в стиле модерн. Очень изысканная, стильная. Украсит интерьер. И такие вот канделябры чудесные. С фарфором, бронзой. И часы. Очень к ним подходят. А здесь и хрусталь, и стекло, и фарфор старинный. И в том числе есть и кузнецовский. Цены совершенно разные. Такая, например, тарелочка блюдца стоит 2000. Но есть джемочки и по 70 рублей. Вазочки для варенья. Чудесный такой вот кофейник с сиренью. Гарнировская посуда. Цветное стекло. Есть карамельное стекло. Очень красивые статуэтки бронзовые. Еще один телефончик сталинского времени. Ну и, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. А рядом с ним книги, где они и должны быть. Книги старинные очень. А вот эти канделябры меня поразили. Смотрите, какие у них. Они на постаменте из уникса. Спудьте в фигурке. А сверху такие веточки, похожие на кораллы. Чудесные канделябры, царские. Стеклянные предметы, фарфоровые. Из цветного стекла. Детская посудка, очень милая. А внизу подсвечники. Здесь кольца для салфеток. Чудесная подставочка фраже. И вот такая подставка для ножей. Разные столовые приборы. Ножи, вилки, ложки. При этом очень изысканно выполненные. А вот прекрасный такой совочек. Для стряхивания крошек со стола 20 тысяч. Скорее всего, это посеребрение. Совочек тоже в стиле модерн. Вот такие соусники, вазы. Маленькие часы дорожные. Флакончик для соли. Очень красивый. И браслет с янтарем. Западки с горным хрусталем. Редактор с янтарем.